Глава 4. Об этом вслух не говорят. Название главы, как вы понимаете, выбирая не случайно. Автор таких случайностей не любит и не допускает. О чем вслух не говорят. Имеется в виду то, что по некоторым причинам стало тайным, ушло в тень и спрятано так глубоко, что простому человеку, даже самому любознательному, отыскать будет крайне сложно. Нас, как и раньше, интересует воинское искусство – фехтование. Прошу заметить, воинское – от слова «война», а не «спорт». Такие перемены в доступности всего, что связано с фехтованием, появились и стремительно продолжали с основания Италии как отдельного государства, королевства в 1861 году. Этот знаковый момент стал для трех организаций из разряда спецслужб, переходным в криминальные организации. Как вы уже догадались, речь идет, да-да, о мафии Камори Индрангете, которые впоследствии стали одними из самых богатых структур в мире. Так продолжается и по сей день. Я бы сказал так. Государство Италия породило данные преступной организации, которые базируются на Сицилии – мафии, в Калабре Индрангете и в Неаполе – Каморо. Необходимо отметить, что мафии Индрангете существуют на территории Италии в первую очередь как сепаратистские подразделения, которые ставят своей целью изменение конституционного строя в Италии. Неаполитанская Каморо является исключительно бандитской организацией и при переходе спецслужб в криминальные организации уходят в подполье и истоки фехтования. Сегодня об этом слух не говорят. И поэтому так непросто добывать по крупицам какую-либо информацию о формировании, развитии или трансформации испанского фехтования в неаполитанский стиль. А теперь давайте предположим, что некто задумывает изучать фехтование на юге Италии и в ходе такого изучения решит поехать туда в поисках ответов на свои вопросы. Для чего в первую очередь необходимо определиться, куда именно ехать, в какой регион? Попробуем логически просчитать возможный ход его мыслей. Из трех криминальных организаций, в чьих семьях, условно рассуждая, хранятся искомые знания, самой могущественной, сильной и опасной принято считать Ндрангиту. Небольшое отступление. Ндрангита преобразовалась в криминальную организацию из Ордена Иисуса Христа, богатейшей структуры, имеющей беспрецедентную власть на территории Испанской империи, возглавлял которую сам, не побоюсь этих слов, иеронима Санчес де Каранзо, прародитель испанского фехтования. Ндрангита переводится как «круг, из которого нет выхода». Ты родился в этой организации, и у тебя нет выбора на то воля бога. Соответственно, это Калабрия. Думаю, несложно догадаться, какого рода люди могут быть частью подобной организации. Всякому ясно. Приехать просто-запросто и что-то выведывать без должной подготовки весьма наивно и недальновидно. Более того, приехав в Калабрию вот так, никого не зная, попросту небезопасно. Это не шутка и не преувеличение. Расскажу вам небольшую историю из нашей поездки в Калабрию с моим воспитанником и коллегой Алексеем Самсоновым. Леша – профессиональный фотограф. И как истинный охотник за прекрасным, он решил отправиться на прогулку по Фима Фредо ранним утром, чтобы сделать несколько кадров при идеальном свете восходящего солнца. Но как только он вышел и приступил к делу, буквально из ниоткуда появились несколько человек, которые достаточно с серьезным тоном расспросили. Кто таков? Что здесь делаешь? И к кому приехал? Мы были в гостях у весьма уважаемой дамы города Марии Терезы, о чем незамедлительно Леша сказал незнакомцам. В тот же миг жесткую мимику тех встречных сменило демонстративное доброжелательство. Они дружелюбно улыбнулись, пожимали ему руку и покорнейше просили передать теплые приветы сеньоре Марии. А кто знает, как развивались бы события, если бы Леша вполне логично ответил, что он сам по себе и вообще может ходить, где хочет и делать, что вздумается. Иными словами и попросту, в Калабрии не особо ждут любопытствующих приезжих. Там не любят, когда кто-то незвано является ворошить их прошлое. Более того, Калабрию, как и место обоснования Дрангеты, населяют разного рода преступные элементы, что также крайне важно помнить. Это могут быть люди разного уровня, от самых высокопоставленных, с которыми вы, скорее всего, не встретитесь, до блюгарных бандитов и мошенников. И вторые, в отличие от первых, с радостью предложат вам свои услуги, если вы понимаете, о чем я. То есть, приехав в Калабрию, исследователь, увлеченный поиском экспертов, специалистов или учителей, с большей вероятностью попадет на них, мошенников. Те, в свою очередь, пообещают найти самого лучшего и знающего учителя, мастера, распишут вам программу обучения, в общем, скажут все, что вы так сильно хотите услышать. А в результате возьмут деньги и исчезнут. Найти их после этого, как вы понимаете, в чужой стране будет практически невозможно. Я не утверждаю, что все непременно произойдет в точности так, но данный сценарий весьма вероятен. Калабрия – это место, где вести себя следует крайне деликатно, корректно и, главное, осторожно. Другое дело – Палермо, сердце Сицилии. Приезжая в Палермо, я бы сказал, есть гарантия, что с вами ничего страшного не произойдет. Но только если мы говорим о туристической его части. Если же в поисках приключений вы отправитесь ночью за пределы Центрального туристического района, пожелаете совершить уединенную прогулку по узким улочкам и местным гетто, то шансы на безопасность будут стремительно уменьшаться. Я был в Палермо около 30 раз, и ни единого инцидента с точки зрения безопасности не произошло. Однако, отправляясь в любую, особенно новую страну, мы очень тщательно изучаем все местные законы и порядки, а затем долгими часами инструктируем своих людей о должной модели поведения. Вроде все это просто и очевидно, но несоблюдение этой ясности и простоты принесло множество неприятностей многим. В любом случае, все сводится к тому, что найти сколько-нибудь знающих людей в области воинского искусства и его исторического фехтования – задача крайне сложная. Более того, изучая современный рынок таких искусств в Юго-Италии, мы смогли найти мастеров лишь в одном регионе – в правой стороне Сицилии, Катания, Сиракузы, Мессина и так далее. О чем я говорил вам ранее? Мы не нашли мастеров в Неаполе и его регионах – в Палермо, в Калабрии и так далее. С одной стороны, это странно и удивительно, но с другой – очевидно и вполне вписывается в тему нашей главы, об этом вслух не говорят. Именно так. Воинское искусство, которое нас интересовало, стало закрытым. Закрытым в семьях, закрытым в организациях. Безусловно, так было не всегда. До определенного момента испанские дворяне писали заметки, статьи и трактаты. К примеру, еще в 1844 году мастер неаполитанского фехтования Бласко Флорио написал труд искусства фехтования, который стал последней фундаментальной книгой, написанной и опубликованной о неаполитанском фехтовании. Бласко Флорио был одним из самых выдающихся фехтовальщиков в Неаполе своего времени. Я бы сказала, что он приложил немало усилий для очищения неаполитанского стиля фехтования, подчеркивая в своем трактате влияние других стран. Например, цитата. «Французское движение купе – это действие, которое исключительно характеризует французов и восходит к частому использованию легкого типа оружия – рапиры, потому они с такой же легкостью управляются со стрием меча и держат рапиру, как бастон». Конец цитаты. Также стоит отметить, что Бласко Флорио, как и многие его предшественники, рассматривал фехтование как исключительно научную категорию, достаточно аргументированно обосновывая это в книге. Вот несколько примеров. В книге я описал механические и геометрические основы, на которых базируются классы и физиологические действия, чему я посвятил отдельное предписание под названием «базовые принципы фехтования». Потребность в победе или в самозащите заставляет переходить от одной потребности к другой, от специализации к специализации, от упражнения к упражнению, от размышления к размышлению, от метода к методу, от логики к тактике, что в итоге и формирует искусство обращения с клинком. А вот какое определение фехтованию в книге дает автор. Фехтование – это способ управления и контроля собственными наступательными действиями, а также сведения ударов противника впустую. Также Бласко Флорио отмечал, что истинная практика фехтования приносит человеку благо, сохраняет здоровье, позволяет воспитывать тело, тренирует ум, способствует познанию прочих воинских искусств, развивает красноречие, воспитывает учтивость, здоровье, ловкость и прочее. Безусловно, о неаполитанском стиле испанского фехтования писали и другие выдающиеся фехтовальщики, такие как Антонио Маттей в книге «Невозможно и возможно», Никола Таракуза и Вентура в трактате «Истинное неаполитанское фехтование», Джусеппе Марсиката Половичини в первой и второй части фехтования, а также Микелия Лайма из нового поколения фехтовальщиков. Его книга «Как стать спадистом», написанная в 1936 году, считается последним источником по неаполитанскому стилю. Однако данный труд типологически уже можно отнести больше к спортивному фехтованию, нежели к воинскому искусству, но, несмотря на это замечание, общие черты воинской науки ведения боя все же сохранились. В наши дни, после долгих лет исследований воинских искусств на территории Юга Италии, я могу с уверенностью сказать, что там, где мы фехтование не видим, оно реально существует, и наоборот, там, где фехтование есть, его на самом деле не существует. Говоря о фехтовальном существовании и несуществовании, я имею в виду его негласную теневую форму. «Не существует» означает, что местные школы современного фехтования, вне зависимости от того, как они себя позиционируют, являются не более чем местными культурными деятелями, о которых мы подробно говорили в прошлых главах. Сами сицилийцы, я многих знаю, располагаю большой выборкой, говорят, что если человек на юге Италии занимается настоящим воинским искусством, работать с холодным оружием, то он никому об этом рассказывать не станет, даже самым близким людям. Основная причина в уголовных законах итальянского государства. Холодное оружие, будь оно длинное, короткое и даже не заточенное, любой резак и даже канцелярский нож, открытый в общественном месте, – орудие преступления для местной полиции. Если лезвие ножа составляет 4 см и меньше, то такой нож позиционируется как предмет оскорбления. Но все, что длиннее 4 см, – это холодное оружие, с которым человека могут забрать в отделение полиции. Вот, например, рассмотрим стандартный складной нож 5.11 Tactical, слезуем 9 см, в два раза больше допустимого в Италии. Это профессиональный военный нож. В Украине вы могли бы смело прицепить его на джинсы и носить в любое время в любом месте. Но если бы вы с таким ножом вышли в центр Палермо и, к примеру, открыли его на глазах у карабинеров, то большие неприятности были бы обеспечены. При этом, если в момент условной встречи с полицейским у вас при себе будет предмет, подпадающий под категорию оскорбления, еще полбеды. Но если у вас без уважительной причины будет при себе стилет, кинжал или дага, то дело может закончиться приговором. Уважительной причиной может считаться документ о покупке с объяснениями, что вы несете оружие для частной коллекции или музея. Но если вы не сможете объяснить, зачем у вас с собой холодное оружие, то вас неминуемо привлекут к ответственности. Проиллюстрирую сказанное одним из примеров, который произошел с моими коллегами в Палермо. Двое ребят вышли в центр города с эксклюзивной складной испанской навахой. Нож был коллекционным, из драгоценных металлов и не заточенным. Вынесли его на улицу с целью сделать красивые фотографии на фоне средневековой архитектуры. Нож раскладывали в красивых ракурсах и фотографировали. Скоро на это обратила внимание полиция. В итоге разбирательство длилось несколько часов. Нож отобрали и завели уголовное дело, которое длится более пяти лет, с последующим риском о запрете въезда на территорию Италии. Не было преступления, попытки использовать нож по назначению, не было даже конфликта, но последствия я вам описал. Таких жестких условий относительно ношения холодного оружия я не встречал в Германии, Франции и других регионах Европы. Именно Италия и особенно юг страны имеют такие суровые ограничения. Подобное положение вещей способствовало закрытию школ фехтования и запрету работы, тренировок с холодным оружием. Возможно, это результат борьбы с организованной преступностью. Однако, как я уже сказал, воинское искусство не исчезло. Оно просто перестало быть публичным. Подобные ограничения касаются не только холодного оружия, но и палок, которые используют в качестве оружия на юге Италии, в частности, Бастон. Когда мы были на Сицилии в гостях у маэстро Рафаэля Ирмина, он показал Бастоны, которые сам производит. Мы приобрели несколько из них и собирались идти к машине, чтобы положить палки в багажник и довезти до отеля. В Украине никто бы и внимания не обратил, если бы мы пошли с такими палками в руках. Но Ирмина нам не позволил просто так нести палки оружия по улице даже до машины. Он тщательно упаковал их в пакеты, перемотал скотчем и только тогда отдал. Это оружие. Именно так его будет расценивать полиция, сказал Ирмина. Несмотря на это, лично мне сложно назвать эти палки опасным оружием. Да, носить их по городу в Италии нельзя. Однако купить их можно без проблем, особенно в небольших провинциальных городках, где сегодня располагаются современные школы фехтования. Но эти палки не прочны. При неумелом использовании они могут сломаться даже от тела человека. Это не боевая вещь, не оружие, с моей точки зрения. Мы проводили эксперимент, противопоставляя испанское Толедо сицилийскому Бастону. От одного удара Толедо Бастон сломался на две части. А ведь Толедо – это тоже палка. Но это, в отличие от Бастона, настоящее смертельное оружие, которое вы не сможете повредить даже абордажным мечом. Деревянная палка, доведенная до крепости металла по прочности. Такие палки сегодня производятся только на Канарских островах. Каждая из них производится около 90 дней. Сицилийские мастера на меня сильно обижались после подобных экспериментов с Бастонами. Я открыто опубликовал эти видео, и они пользовались большой популярностью в интернете. Но я проводил исследования. Мне было важно понять, с чем мы имеем дело. И я получил ответ. Это не оружие. Это муляж. Возможно, несколько веков назад на территории Юга Италии производили палки в виде оружия. Но сегодня их нет. Если говорить о настоящем полерамском Бастоне, то его изначальное предназначение было скрытое ношение оружия, которое пряталось внутрь самой палки, а с виду это обычный брусок, до последнего момента не представляющий опасности для противника. В таком оголенном виде его можно было использовать даже в качестве копья. Изучая так называемую позднюю полерамскую школу фехтования, в трактатах я обратил внимание на некое разделение воинского искусства на классическое фехтование и на бой с палкой, и ножом в руках. Более криминальный вариант. Оба варианта являются весьма сильными, противостоять которым смог лишь профессиональный мастер с большой практикой. Регион полерамо оказал весьма значительное влияние на изначальное испанское фехтование, которое впоследствии преобразовалось в неаполитанский стиль. Полерамский стиль значительно отличается от других направлений и школ, при этом также являясь частью неаполитанского стиля, прошедшего длинную обработку временем. В следующей главе мы уделим этому больше внимания и подробно на примерах рассмотрим полермский стиль фехтования. Сейчас могу лишь сказать, что сумел познакомиться с некоторыми настоящими фехтовальщиками полерма, но это не публичные люди, не директора школ фехтования. О них практически ничего не известно. Эти люди не станут публично рассказывать о том, что знают, и тем более кого-то обучать. Я бы сказал так. Они состоят в определенных организациях, о которых мы не говорим вслух. Они заняты другими делами. Фехтование для них является элементом культуры и образа жизни. Чтобы вы поняли разницу между этими людьми и современными мастерами, о которых я говорил ранее, то на мой вопрос, в чем разница между настоящим мастером фехтования и обычным любителем, я получал такой ответ. Отличие в количестве трупов. С их точки зрения, воинское искусство проходит проверку и квалификацию исключительно в реальном поединке. И человек, называющий себя маэстро, но при этом за всю жизнь не участвовавший ни в едином поединке, вызывает лишь легкую улыбку у таких людей. Теперь видите разницу? В Палермо всегда жили люди с холодными мозгами и быстрым взрывом. Надеюсь, вам понятна моя аллегория. Они не отличаются излишней эмоциональностью, но при необходимости в одно мгновение будут готовы к смертельному поединку. Приведу несколько примеров из трактата известного полиормитанского мастера фехтования Джузеппе Марсиката Половичини. Первая и вторая части фехтования 1600-1700 год. Только мертвый не держит в руке меч, так как он уже с честью увековечен в гробу. В мире наше фехтование произошло от защиты до крови и со смертью разрушительных врагов. Так же, как и у воров отнимали жизнь, в дальнейшем были сформированы правила владения оружием фехтования. Также появились вознаграждения за честь и достоинство, что официально отделяло благородное общество. Слово «фехтование» другого ничего не хочу говорить, так как если человек будет фехтовать, следовательно, будет защищен, но нет лучшей защиты, чем атака в сопротивлении. Сицилия в целом и Палермо в частности – это очень организованная, бескомпромиссная и жесткая среда. К примеру, последняя война на Сицилии длилась около 20 лет, и было это чуть более 40 лет назад. Свинцовые 70-е в Италии, гражданская война, 1960-1980-е годы. В Палермо, который мы так любим сегодня, каждый день шли реальные городские бои. Палермитанцы убивали итальянских граждан, убивали карабинеров, военных, взрывали судей, лишали их жизни в подворотнях ножами. Это время, эта война до сих пор скрывает множество тайн о том, что происходило тогда на Сицилии и сколько там погибло людей. И несмотря на то, что сегодня там иная обстановка, весь мир с крайней осторожностью и опаской относится к региону Сицилия. Сегодня в Сицилии проживают все те же люди, которые еще недавно участвовали в войне. Лишь одно поколение сменилось, но люди так быстро не меняются. Этот так называемый холодный взрыв крайне редко встречается и весьма необычен для поединка. Подобные качества для примера я бы обозначил в неких высших рангах самураев, а также в определенных европейских тайных обществах, некоторых из которых существуют уже 300-400 лет, соблюдая одни и те же правила порядки. В Гейдельберге при университете существовали общества, в которых экзамен по фехтованию являлся входным билетом. Притом сражались они на металле в полную силу. Так, один из распространенных тогда видов фехтований назывался мензур или мензурное фехтование, в котором фехтовальщики, стоя на близком расстоянии друг от друга, пытаются нанести резанные раны лицу противника. После таких поединков считалось честью ходить с изрезанным лицом, зашитым сразу после боя на живую. Такие шрамы служили дополнительным показателем мужества фехтовальщика. Вот такого же рода люди живут в Палермо и в Сицилии. Однако сегодня палермитанский стиль фехтования воспринимается более как некое шоу, нежели воинское искусство. Этому существует несколько основных причин. Первое. Криминальные структуры Юга Италии закрыты, и все знания о воинском искусстве, которые хранятся в этих организациях, засекречены. Второе. Правительство Италии максимально ужесточило законы относительно холодного оружия, его ношения и использования. Третье. Восстановление итальянского наследия вместо испанского в виде культурных организаций, а не школ фехтования. Так, современное фехтование Юга Италии полностью утратило свою первоначальную основу, структуру, внешний вид и предназначение. Как я уже говорил, истинные мастера фехтования, испанские дворяне, оставившие фундаментальные труды в виде трактатов, описывали воинское искусство, ничем не схожее с тем, что позиционируют сегодня на Юге Италии. Предлагаю вашему вниманию еще один фрагмент книги мастера по непоританскому стилю испанского фехтования Бласко Флорио. Стоит отметить, что его трактат «Наука фехтования» был написан и издан в Катании, Сицилия, где сегодня располагается большее количество современных мастеров и школ. Цитата. В отношении такого оружия, копья, можно отметить, что его использование продиктовано именно страхом, поскольку страх порождает движение копья. И человек, обладающий малым сердцем, единственное, о чем печется, так это о своей безопасности, а потому он всегда будет возводить существенные фортификации. Именно чувство бесстрашия делает человека невероятно вооруженным, и действует оно так же мощно, как и проклятие. Когда вы имеете дело с мечом, не нужно совершать лишних движений, для того, чтобы снова с уверенностью атаковать. Кроме того, он также удобен при верховой езде, и поскольку всегда выступает оружием противостояния, в конце концов, он обладает теми готовыми и бесконечными ресурсами, которые всегда позволяют сгенерировать способ атаки и защиты. Конец цитаты. Из этого фрагмента четко следует, что фехтование рассматривалось и преподавалось как исключительно воинское искусство, жесткий поединок с возможным смертельным исходом для одного из противников. Это не развлечение или культура, и тем более не шоу. Бласко Флорио писал для них, для современных мастеров. Бласко Флорио писал для них, для современных мастеров. Но они не стали читать его трудов. К сожалению. Вторая линия неаполитанского стиля фехтования, которая берет основу в Калабрии и там же уходит в тень в кругу семей, линия Франческо Велардита, также недоступна. Вы не найдете даже современных мастеров, которые будут себя позиционировать продолжателями истинного фехтования этих земель. Ну а третья линия неаполитанского стиля, линия Леонардо Чайкио, может быть продемонстрирована лишь в местах лишения свободы. Другими словами, чтобы увидеть изначальный бой с холодным оружием, трансформированный и видоизмененный временем, исследователю буквально придется оказаться в тюрьме Неаполя. Полагаю, такие настойчивые искатели истины в трезвом уме и здравой памяти не найдутся, что неудивительно. Остается лишь путь, которым пошел я. Долгие два года глобальных исследований от истоков испанского фехтования и до современности. Должен сказать, что среди трактатов, с которыми мы работали, остались десятки книг, которые не стали публиковать. Они заняли некую часть нашего исследования, но не являлись фундаментальными, описывающими систему фехтования целиком. Это могли быть небольшие работы на 50-60 страниц, в которых обсуждалась лишь одна узкая тема, например, парирование. Их скорее можно отнести к неким комментариям к фехтованию, но не основам воинского искусства. Вот несколько из них. Джамбатиста Велла и Кародина о различиях между Николой Абандати и Бласко Флорио 1857 год Палермо. Розорол Скорца Гризетти Пьетро наука фехтования 1803 год Милан. Мигель Перес де Мендозе и Кехада Краткое изложение истинного мастерства в 38 утверждениях 1675 год Мадрид Франческа Антония Пьяджа Фехтование вчера и фехтование сегодня 1908 год Палермо Кальседонса Карнаца Значение намерений в фехтовании 1839 год Катания Королевская военная типография Гимнастическое искусство пехотных войск 1846 год Сицилия Как видите книги датированы разными периодами Так и мы изучали источники начиная с самых ранних с момента зарождения истинного испанского фехтования до момента его трансформации в три линии неаполитанского стиля фехтования Каждую из которых мы детально рассмотрим в следующей главе У любого человека который начинает изучать неаполитанский стиль фехтования вне зависимости от того с какой из трех линий он стартует будет возникать трудности и вопросы На мой взгляд неаполитанский стиль фехтования ломает стереотипы всех южных стилей Нехарактерен для Юга Италии несмотря на то что формировался и преобразовывался именно на этой территории В чем заключается так называемый стереотипы южных стилей Юг в первую очередь характеризуется теплым климатом Соответственно люди большую часть времени в году носят легкую одежду которая не послужит дополнительной защиты в поединке как например теплая дубленка на севере Такие особенности влияют на формирование воинского искусства на конкретные движения приемы работу ног и так далее Юг Италии имеет весьма теплый климат в течение года но в некоторых аспектах не соответствует тем самым стереотипам южных стилей среди воинских искусств Причины этого мы сами обсудим в отдельной главе позже Также необходимо понимать что когда говорим о преобразовании воинского искусства из испанского фехтования в неаполитанский стиль мы не ограничиваемся лишь этим видоизменением Фехтование продолжило ретрансформироваться и сегодня проявление двух линий неаполитанского стиля можно увидеть в боксе Стиль бокса Майка Тайсона абсолютно чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов которому его обучал великий тренер Кас Дамата четко соответствует калабритской линии Франческо Вилардита Он позиционируется как один удар один нокаут Мы также будем говорить об этом в следующей главе Но с полным объемом исследований на тему связи неаполитанского стиля фехтования и стиля бокса Майка Тайсона вы можете ознакомиться в книгах «Бескомпромиссный маятник» и «Громотвод как удар молнии» Не менее титулованные и великие боксеры Мухаммед Али абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и его последователь Рой Джонс победил 22 боксеров за титул чемпиона мира в четырех весовых категориях сражались в стиле бокса соответствующим линии фехтования Леонардо Чакио Их стиль условно можно описать как серия ударов для нокаута или порхать как бабочка и жалить как пчела что является основной концепцией боя Али и полностью соответствует одной из линий неаполитанского фехтования Детальные результаты этого исследования будут описаны в книге «Неуязвимая тень» При этом третью линию Матея в бокс или какой-либо другой профессиональный спорт трансформировать нельзя так как он построен на обмане Это совершенно исключает правила которыми обусловлен любой профессиональный спортивный поединок Но если вернуться к трём линиям неаполитанского стиля то человек может выбирать ту из них с которой хотел бы начать изучение фехтования Данная первоначальная приверженность может быть обусловлена личной симпатией и психофизиологией человека То есть стиль Матея требует значительно меньше физической подготовки чем стиль Вилардита Поэтому можно сказать что в более молодом возрасте человек как правило больше тяготеет к стилю Вилардита Ну а зрелый возраст предполагает занятия стилем Чакио и ещё более старший более соответствует стилю Матея При этом неполитанский стиль в целом необходимо изучать поэтапно проходя все три линии фехтования Однако на первом этапе допустимо влияние собственной симпатии Так уж устроен человек хочет подражать своему кумиру учиться у того кто больше нравится В итоге изучив все три линии стиля глубже погружаясь в неаполитанский стиль человеку требуется всё меньше усилий для победы в поединке Более того со временем становится не таким уж важным количество ваших противников Это одна из важнейших характеристик неаполитанского стиля фехтования В качестве небольшого отступления хотел бы также обозначить сравнение неаполитанского стиля фехтования и советской системы подготовки Я имею ввиду комплексную подготовку ближнего боя у которой четкая структура и поэтапная система изучения Системы подготовки неаполитанского стиля и советской школы значительно отличаются Однако есть между ними схожие аспекты которые заслуживают отдельного внимания Советская система подготовки с 1970 года стала секретной и осталась доступной только для элитных спецподразделений ГРУ и Комитета государственной безопасности. А ведь преподавали ее люди, так же прошедшие войну, как и в неаполитанском стиле фехтования. Обе этих системы проходили испытания сражениями, видоизменялись временем и преобразовывались, становясь лучшими и самыми эффективными для своих армий. Советская система подготовки изначально направлена на постепенное повышение уровня подготовки человека. Испанская боевая система была предназначена и создана для экспансии, для боев на чужих территориях с превосходящими силами и большим количеством противников. Как писал великий маэстро своего времени Никола Таракуза и Вентура в своем трактате «Истинное неаполитанское фехтование» 1725 года, «Мы сражались на всех континентах, и никто не мог нам противостоять». В определенное время Испанская империя прекратила свое существование. Закат глобальной империи 1808-1898 годов. Распад Российской империи датируется 1917 годом с приходом Октябрьской революции. Территории и государства значительно видоизменяются, власть меняется, появляются новые законы, а воинское искусство и система подготовки становятся засекречены и уходят в тень. Никто сегодня вслух сказать не сможет о том, как профессионально убивать людей. За это можно лишиться свободы, особенно на территории итальянского государства. Как сказал мне по секрету один сицилийский товарищ, люди, которые меня не могут убить, будут пожизненно мне подчиняться. Так выглядит истинная концепция Юга Италии. Вот почему об этом вслух не говорят. Это формула прихода к власти и ее последующее удержание. Люди этого региона занимаются воинским искусством, чтобы иметь статус в обществе и в организации, для того, чтобы жить достойно. Это неотъемлемая часть их ремесла и жизни. Сноски. Первое. Книга «Наука фехтования» 1844 года. Ее автор Бласко Флорио является прагматичным знатоком фехтования, издававшим свой труд в Катании. Книга посвящена историческому экскурсу «Корням зарождения и становления искусства обращения с оружием». Данную работу по уровню обоснования можно сравнить с добротным диссертационным исследованием, в котором вы найдете подтверждение и доказательства французских, испанских и латинских документов XIV-XVIII веков. В труде описан путь развития европейской науки фехтования, а также зарождения различных школ и стилей фехтования. В своем трактате Бласко Флорио ссылается на многих значимых маэстров своего времени, поэтому в книге можно встретить множество цитат и прикладных рекомендаций, в том числе из редких трактатов и трудов, которые сегодня хранятся в частных коллекциях и национальных библиотеках. Трактат переведен на русский язык в 2017 году и находится в открытом доступе. Сноска 2. Сицилийский бастон. Палка – оружие, которое исторически использовалось во времена испанского господства, как наступательное оружие. Изготавливается из древесины дикой оливы и горького миндаля. Сноска 3. Джузеппе Марсиката Половичини – полиормитанский мастер фехтования, о котором практически ничего не известно. Половичини издал два хорошо иллюстрированных труда в 1970 и 1973 году. Вторая книга Половичини считается коллекционной работой и до недавнего известна была небольшому кругу исследователей. Данные два трактата переведены на русский язык и публикованы вместе. Первая и вторая части фехтования Джузеппе Марсиката Половичини – полиормитанского. Сноска 4. Мензурное фехтование. Проходящие по строгим правилам фехтовальные поединки на острых саблях-шлегерах между двумя представителями студенческих объединений в центральноевропейских государствах. С XVI века такие поединки проводятся со строго фиксированным допустимым расстоянием между противниками, ввиду чего поединки фактически проводились статично. В прошлом Мензуры были широко распространены в Германии, Австрии, Швейцарии, а также в Бельгии, Польше и Балтийских регионах. Поединки в зависимости от традиций конкретного университета могли проводиться различными видами шлегеров. Целями Мензурного поединка были только демонстрация фехтовального мастерства и испытания собственного мужества. Они не были ни спортом, ни дуэлями, никогда не проводились для разрешения споров, не предполагали определения победителей и проигравших. Оба противника были одеты в плотные кожаные нагрудники, надежно защищавшие тело и специально покрытые сеткой очки. Исключавшие попадание оружием в глаза, незащищенным таким образом оставались только лица, и каждый из участников поединка как раз стремился поразить туда соперника, нанеся ему резаную рану. Нанесение укола в другие части тела, в отличие от спортивного фехтования, запрещено. После нанесения раны и появления крови поединок немедленно прекращался, при этом получивший рану не считался проигравшим. Сноска 5. Книга «Бескомпромиссный маятник» 2017 года. О великом человеке, о непревзойденном тренере по боксу, на своем веку воспитавшем трех чемпионов мира в тяжелом весе. Это не просто плод моего длительного научного исследования феномена Кассо Дамата. Будучи ученым, имея научную степень доктора философии, я провел немалую работу, более 20 лет всесторонне изучая систему Дамата, добился в исследовании бескомпромиссных результатов. Но именно эта книга – венец конкретной совместной работы, проделанной в Нью-Йорке вместе с воспитанником самого легендарного Кассо Томом Пати. Автор книги Олег Мальцев. Сноска 6. Книга «Громотвод как удар молнии» 2018 года. Данный труд предоставляет собой компиляцию научного исследования происхождения стиля бокса Кассо Дамата, уникальной системы, позволившей легендарному выходцу из южно-итальянской семьи взрастить трех чемпионов мира по боксу – Майк Тайсон, Флойд Паттерсон, Хосе Торрес и подготовить огромное множество талантливых боксеров-победителей в различных категориях. Книге читателю предоставлен универсальный сердечник для принятия любого решения. Другими словами, прежде, первое, нужно найти мастера, затем второе, важно найти безупречную систему, в основе которой третий лежит научный подход. И ежели трех компонентов не существует одновременно, то чемпионства или триумфа человеку не добиться. Системы Кассо Дамата – это масштабный, многоприменимый жизненный инструмент, который подходит для всего, что человеку предстоит выбирать. К примеру, вы, дорогой читатель, в какой-то области непременно хотите стать чемпионом. Допустим, в продажах, управлении предприятием, борьбе, фехтовании, в любых отраслях жизни и деятельности вам в любом случае требуются именно эти три компонента. Сноска 7. Книга «Неуязвимая тень». Книга о том, как становятся чемпионами. Но она не только о боксе. Точнее, будет сказать, далеко не об одном лишь боксе. Бокс – только модель, одна из граней, но весьма показательная. Что нужно, чтобы стать чемпионом? Почему кто-то может достигнуть этого даже неосознанно, чему есть много примеров, а кто-то никогда даже приблизится к этому титулу, имея при этом все необходимые предпосылки и данные? Фактически, это книга о пути к триумфу. И на примере бокса появилась возможность узнать и понять, как люди добиваются высот в жизни. В ходе исследования академик Мальцев выявил и доказал, что есть всего три типа боксеров, три варианта прихода на Олимп, и выявил последовательность того, что необходимо сделать с каждым типом человека, чтобы привести его к титулу чемпиона мира, и не только в боксе, а вообще в любой сфере деятельности. Для начала нужно было разбить всех боксеров на категории, их оказалось четыре, основных три, потому четвертый тип составляет лишь один процент от общего числа. Этот один процент становится чемпионами мира только в силу стечения обстоятельств. Остальные же три подхода – это четкий выверенный механизм, который необходимо запустить по соответствующим формулам. Для этого нужно всего лишь определить, к какому типу относится человек, то есть определить, какой движущий фактор у него является доминирующим, применить соответствующий методологический подход, присущий именно этой категории, и аплодировать результату. Авторы книги – Олег Мальцев, Стив Лотт. Книга еще находится в производстве. По причине преждевременной смерти Стива Лота книга будет дописана и издана Олегом Мальцевым с использованием уже полученной информации от Стива Лота.